дед Мороз пришел с подарками, ему же ездил в русский магазин и говорит сюрприз сделал тебе, но это не с шоколадом, я люблю шоколадом теперь, обалдеть, не забыл, не забыл, будься стоп, ну сейчас посмотрим, нет, будься стоп, класс, в общем, друзья, учиться некогда, одни праздники, сейчас кто-то получит, вот и стоп, это скубрия ковчуны, ну что, пока я видео монтировала, муж носит все, что у нас есть в холодильнике, а у нас есть селедочки, из русского магазина, но не хватает лука, я два дня подряд пыталась сделать попытку попасть в американский магазин, они все оказались закрытыми, вот, будем кушать селедку без лука, я говорю, пойди к соседке, попроси у нее, а здесь так не принято, он говорит, обойдемся без лука, а селедочка любит лучок, вот, мой муж тут носит, поэтому селедочка будет без лучка, увы, увы, и я, хочется лучка, магазины все были закрыты в США, вот так вот. Мы отмечаем Рождество, Вова, ты когда-нибудь эту кофту поменяешь свою дурацкую? Молодец! В общем, мы встречаем Рождество как бомжи, зато у нас горят фонарики, елочка, и мы все в домашней спортивной одежде, вот. Свет уже не включаю, поверьте, я выгляжу как бомж, нет, давайте свет включу, вот так, о, о, красота! О, сейчас покажу, что у нас на столе, муж уже кушает, он сегодня работал сильно, мы даже вот поленились все это выкладывать из пластика, здесь у нас копченая рыбка, скумбрия, очень вкусная, из русского магазина, это у нас грибочки из русского магазина, это у нас сальса, кто-то сейчас получит, стоп, стоп, сальса, верес, по-моему, украинская фирма, не вижу, что снимаю, чесночок маринованный, салатик у меня оливье остался, это корейская морковка, у мужа пюрешка, курочка, вчера я готовила, и кабачки в кляре. Мне интересно, как вот курице, я там добавила соус, мне интересно, или понравится ему. Буська уже кушал, и шампанское, советское шампанское, кстати, очень коварное, потому что американское шампанское имеет 6-7 градусов, а советское, вот это игристое, 12 градусов, поэтому нужно быть... Ну, да, ты вчера бутылочку выпила, и никакая была. А я вообще не поняла, в чем дело, оно оказывается крепкое. Давай, маме. Давай, люблю тебя. Праздником тебя, маме. Называется... Крисмос. Предновогодние праздники, все дарят людям подарки, вкусно кушают, и радуются жизни. Мэри Крисмос, маме. Папе сегодня водочку, по-русскому, да? Да. Все, давай. Давай. А я шампусик. У нас вкусно. А расскажи, как ты сегодня возил людей. У тебя был один маршрут. Ну, пока камера включена, расскажи. Мы сегодня так с ним поржали. Муж голодный с работы. Таксовал сегодня в Вашингтоне. В последние 4 или 5 поездок было с двойной остановкой. Это называется Trip with two stops. Значит, первое, что нужно приехать к клиенту домой. Я нажимаю кнопку, куда его везти. И получается, что я этих всех клиентов везу в ликерный магазин. Все хотят купить пойло. Один Trip сделал. Назад завез. Опять пикает. То есть Trip это поездка по-по-по-по-по. Опять поездка. Опять с двумя остановками. И я так сделал 3 или 4 подряд. Потом смотрю, еще одна приходит. Подбираю клиентку. Нажимаю кнопку. У меня опять светится Trip с двумя остановками. Я говорю, куда едем? Она говорит, в ликерный магазин и назад. Я говорю, я все понял. Приехали мы с ней в этот ликерный магазин. И тут облом. Ликерный магазин закрыт. Она так высказала. Фак. Ебишь, твою мать. Все закрыто. Не успела купить пойло. Придется сидеть праздники без пойла. Хорошо, что у нас запасы есть. Короче говоря, отвез я ее домой. Она сказала, спасибо за дорогу. Я говорю, ну, sorry. А я не закрыл ликерный магазин. Это праздники сегодня большие. Все закрыто. Короче, она расстроилась и пошла домой. Один маршрут был в ликерный назад и домой. Да, было 4 или 5 поездок. Но последняя была самая смешная. Когда магазин оказался закрыт. Все. Это жестоко было. Да. С праздником. Давай чокнемся. Давай. А, так, все. Мы и так чокнутые. Это я знаю. Ну. Мы кушаем. Муж мне тут история рассказывает. Еще раз стою в русском магазине. Мужик покупает там. Всего по чуть-чуть. Пол паунтика колбаски. Паунт это 300 грамм. 400 грамм. 360 грамм. Он пол паунти. То есть 200 грамм колбаски. Другой колбаски. 200 граммов сыра. Другой колбаски. Там два голубчика. Говорит. А скумбрию? Можно скумбрию пополам порезать? Продавщица говорит. Нет, скумбрию надо только целую покупать. Ну ладно. Следующий раз. Я стою. Он ушел. Я к этой женщине подхожу. Говорю. Интересный у вас клиент. Тетенька, сколько стоит капелька молочка? Она мне в ответ говорит. Нисколько. Говорит. Я капаю тебе сейчас пол-литра. Ну да. А помнишь эту песню? Помнишь эту песню советскую? Три кусочка колбаски или как-то там? Два кусочка колбаски у тебя лежала на столе. А ты купил сколько? Две скумбрии, да? Я купил две скумбрии, да. И две палки колбасы. Да. Да, вот так вот бывает тоже. Значит, не за что было купить. Мне больше всего понравилось. Два голубчика и пол скумбрии. А что делать? Значит, кризис у человека.